Вследствие завершено и суд состоялся. Сегодня в Иркутске вынесен приговор виновницы смертельного ДТП, в котором погибли два человека. На решающем заседании суда побывала Алена Планенко. Новый год и новое заседание суда по резонансному делу об аварии с двумя погибшими. Подсудимая, дочь иркутского депутата, хоть и выбрала мрачный наряд, ее настроение он явно не отражает. Выразить мнение всех участников процесса предстоит сегодня в ходе прений. И в первую очередь слово дают гособвинителю. Подсудимая неоднократно привлекалась к административной ответственности в области дорожного движения, что свидетельствует о том, что Киселева самостоятельно на путь исправления не встает. Поставить Киселеву на путь исправления гособвинитель предложил наказанием в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселении. На гораздо большие сроки рассчитывают вдовы погибших в аварии. Мужчины дожидали зеленого сигнала светофора, когда в авто на полной скорости влетела иномарка обвиняемой. В обеих семьях остались дети. Есть ребенок и у Киселевой, трехлетняя дочка. И это, по мнению защитников женщины, весомый повод смягчить наказание. Не можно применить положение статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть отсрочить наказание на более длительный срок до достижения ребенка возраста 14 лет. На стороне потерпевших данные шести судебных экспертиз и результаты допроса почти 20 свидетелей. Установлено, Киселева могла предотвратить трагедию, применив экстренное торможение. К тому же в момент аварии женщина была пьяна. Я искренне, глубоко сожалею, осадею. Также хотелось извиниться перед своими родителями, что вычеркнуло столько горя. С момента трагедии я все осознала. Приняя сторон продолжались около часа. Еще дольше судья читала приговор. Наличие у Киселевой малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, также совокупность смягчающих показаний обстоятельств, ее поведение в судебном заседании, которое суд признает исключительностью, с чем считает возможным, и назначить Киселевой наказание ниже низшего предела. Это три года шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом Киселевой зачтут время, которое она провела за решеткой во время расследования. Итого отбывать наказание ей придется чуть больше трех лет. На такой же срок женщина лишена права управлять авто. Приговор потерпевших не устроил. Они настаивали на максимальном наказании. Не меньше шести однозначно. И три года. Три года за смерть двух человек в пьяном виде, я не знаю. Обжаловать? Обжаловать быть. Все, да. На то, чтобы обжаловать решение суда, есть 10 дней и у потерпевших, и у Киселевой. По решению суда, ее дочь на время заключения отдадут на попечение родителей. Алена Полоденко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.